На Урале прохожий, оказавшийся рядом с местом, где под лед провалился ребенок, пришел ему на помощь и вытащил тонувшего из воды. Героический поступок свершил молодой отец трех своих детей, житель Башкирии по имени Андрей, работающий вахтовым методом на Северном Урале. Видео спасения школьника сняли жители ближайших домов. А вы где в это время находились? От высотра неудобшей. Вы домошли после смены? Или на смену? Я на смену вышел. Перед сменой вышел покурить. Ага. Дальше что? Услышали? Слышал то, что ребенок кричит, помогите. Стоял один на ребенке к льду, второго я сначала не увидел, потому что так уже был вечер. Это происшествие случилось накануне в городе Краснотуринске около пяти часов после полудня в Заречном микрорайоне. Андрей был не один, кто услышал призывы друга, тонущего мальчика о помощи, но единственный, кто не раздумывая, ступил на тонкий лед. А за себя не боялись отец троих детей? Об этом не думал. Хорошо, что дальше подбежали? Что дальше случалось? По дороге схватил палку, попытался ему дать эту палку, чтобы он за нее схватился. Добежал по льду к нему. Он не может ее удержать. Не плакал, ничего, только кричал? Не плакал, у него не получилось уже плакать. Он замерз. Ну, лег на пузо как-то и пополз. Взял его за руку и вытащил. И все, все пропали. Кто-то из очевидцев этого происшествия сообщил о случившемся в МЧС, но к моменту, когда на улицу Рюмина прибыли спасатели, ни ребенка, ни его друга, ни их спасителя на берегу уже не было. Поэтому точно неизвестен даже возраст тонувшего мальчика. По словам вахтовика, ему примерно 10-12 лет. Река Турья, основная водная артерия Краснотуринска, к 8 ноября еще не успела покрыться льдом. Судя по видео, снятому местным жителям в тот же день, по глади Богословского пруда еще вовсю плавают утки и строятся в Клин, чтобы отправиться в теплые края, пока не собираются. Однако в водоеме за дамбой у политехникума лед установился уже больше недели. И как рассказывают сторожилы, во время осенних каникул подростки вовсю играли в хоккей на естественном льду. Да даже на сегодняшнем видео, снятом краснотуринскими журналистами, разыскавшими героя, за его спиной на льду сидят два рыбака. Глубина этого водоема, образованного ручьем, впадающим в Турью, небольшая. Однако провалившись в воду, можно просто не успеть выйти на берег из-за переохлаждения, как это едва и не произошло накануне. Мальчик стоял на дне запруды, но выбраться из плыни ему не хватало сил.